День добрый, друзья. На этом мы завершили прошлый раз и мы продолжаем проходить XCOM 2. Нашли мы интересную какую-то миссию, которую обнаружил зал теней. Оказывается, это здание даёт нам спец какие-то задания. Для прогресса по текущей задаче нужно, чтобы один из солдат взял с собой черепной щуп и использовал его. Так, у нас там куча раненых солдат, но немножко и выздоровела. Полковник Келли. Давай ты, Полковник Келли. Ты у нас бегаешь быстро. Возьмёшь черепной бур. Так, черепной бур способен получить доступ к чипам нервной системы некоторых противников, но применяется только в рукопашной. Черепная мина пытается получить доступ к сети солдата Адвента и завладеть ценой информации с близкого расстояния. Так, хорошо. Попробуем. Что за винтовка у тебя? Меткость 10, перезарядка 1. Хм... А если мы тебя улучшим? Так, ножиков нету. Я вот думаю. У тебя уклонение 11. Блин, слабенькое уклонение, конечно. Цвет лаз можно поменять, офигеть. Ладно, не будем с этим играться. Черепной бур взяли и хватит. Надо патрон взять. Ой, произвести предметы, подожди. Снять предметы, снять броню. Так. Так, что у нас тут по оснащению? Отравленные патроны. Коготь. А это не тот товарищ, у которого способность есть двойного выстрела? Да, да. Это тот. Угу. Тогда тебе неплохо иметь вот такой вот патрончик. Раз. Броня не так. А, кстати, Раги снимается, да? А та не снимается. Свето-шумовая. Так, ну вроде все неплохо. Так, у тебя морозная бомба. А что у тебя за костюм такой? Костюм паука, да? Паук. 4.15. Здоровье 4. Ну, а паук что дает? Здоровье 4, мобильность 1, уклонение 20. Да, это круто, блин. Но у него нет дополнительной ячейки, да? Жалко. Ладно, пусть будет паук, черт с тобой. Снайпер-майор. Полковник. Капрал, капрал. Этих надо качать. Блин, у меня ни одного техника нету. Надо техника какого-то взять. Ай, блин. Японца вот этого дам. И он должен сильно-сильно качаться. Да, будем набегать на противника. Да, ну что ж, поехали. Снайпер. Два атакующих, два тяжа. Один техник. Сопротивление приносит нашей помощи эвакуацию ВИПа, который поставлял им разведданные в этом районе. У нас есть координаты, но скорее всего нам придется очистить эту территорию от сил противника, чтобы миссия увенчалась успехом. Найдите ВИПа и двигайтесь к точке эвакуации. Да, мы такой миссии уже выполняли, в принципе. Адвент знает, что вы здесь. Точка эвакуации небезопасна. Короче, маскировки вам не видеть. ВИП уже здесь. Опа, где? Такой звук был, как будто противника где? Непонятно. Так, где мой штурмовик веселый? Вот он. А ну давай, посмотри-ка. А вот и они. Да, в той миссии действительно брони было дофига. Капитан Адвента отлично нам подойдет, если мы сможем его отключить. Да, он-то нам подойдет, но как его отключить, блин? Надо дезориентировать его. О, кстати, так мы его можем так с проходняка сразу. Вот только куда спиной обернулся. Наверное, вот так. 70% Да, попробуем. Подключаем. Мы получили полный доступ к всей сети Адвента. Я переключил нашу систему на обработку новых данных, но мы должны действовать быстро, скоро они обнаружат вторжение. Это лишь вопрос времени. Блин, а зря я, слушай. Извещенный доступ к центральной сети. Блин. Ого, 125 у него. Техникам надо было это делать, конечно. Без ограничений. Да. Зато убери его с первого удара. Ох ты, блин. Похоже, нам кобздец. Шеф, похоже, кодек обеспечивает сохранность данных пришельцев. Нам необходимо нейтрализовать его, если мы хотим извлечь данные. Ух ты, класс. Приказ понят, оружие к бою. Я вижу цель. Они стали покрепче благодаря Вален, но против нас этого мало. Отлично поработали. Мне не терпится вернуть в лабораторию и начать исследование этой особи. Мы вполне можем использовать результаты экспериментов доктора Валена. Поскольку я совершенно не настроен пытаться их повторить. Командер, ну вот и последний. Три катастрофических эксперимента. Трое инопланетных правителей. Как минимум, теперь нам известно, что Вален пока жива. А еще мы нашли полезное снаряжение. В целом, мы в плюсе. С чего она жива? Горозная бомба, возможно, нас спасет. Так каково. Вот этих двух попробуем. Надо было все-таки с этой стороны, конечно, заходить, наверное. Да, слабоват урон, конечно, пока бронь не сняли. Эх, так, это что такое? Что светошумовая? Блин, тут стало нехорошо. Светошумовая, куда бью кинуть? Такая площадь покрытия фены. Ну, давай. Зря тогда я их замораживал, получается. На робота не действует. Короче, мочи его. Ну, неплохо, так как для двух паков. Учитывая, что я еще влез, так к ним не очень хорошо, мягко говоря. Довольно неплохо еще и получилось. Я считаю, нет смысла. Ракетометом. Лучше, наверное, подойти поближе. А, ну посмотрим, что там в сети есть. Да, попробуем. Ну, ну, ну. Ай-яй-яй-яй. Защиту и мобильность. Да, плохо дело. Сами себе создали проблему. Остался ты один, брат. А ну-ка, зарубай-ка вот этого. Отлично. И давай-ка мы куда-нибудь маяк кинем. В открытое место, да? Может, наведутся туда противники. Один остался. Посмотрим, что он будет делать. Ай, все-таки на этого нападет. Ай-яй-яй. Промахнулся. А не. На голограмму. У нее приоритет, наверное, по голограмме. Ух ты. Класс. Спас этого мужика от одного крита. А, тут еще один же. Кажется, кодек находится в потоковом состоянии, располагая частично в нескольких измерениях. Короче, какая-то хрень. Я забыл про нем совсем. Блин, теперь их четыре. Ну че? Зря я переживал. Я думал, хуже будет намного. Так, рубать. Рубать. Это он еще размножается, по-моему, да? Да. Ух ты, еще и клоны отлетают, черти куда. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Кодекс создает копию самого себя в нашем измерении. Да, плохо, что она отлетает. Раньше она была рядом, а теперь она далеко отлетает. Это копия. Это беда. Так, а если мы вот сюда пробежим? Нашим любимым снайпером. И сделаем вот такую штуку. Бабах. Ах ты. Ой, отлично, два кодека снял. Классная штука. Пятерых ранил. Превосходная работа, шеф, кажется, в процессе рассеивания от кодека отделилась какая-то физический элемент. Надеюсь, он может нам дать немного представления о дальнейших планах пришельцев. О, у нас еще и ход есть. Отлично. Куда же мы будем текать? Мы будем вот сюда текать. Так, пушка, 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 пушка. Блин, это пушка что-нибудь так далеко? О, лезь наверх. Говорят, кого-то ты отсюда сможешь пристрелить. Допустим, вот этого. Та ё-моё, ну что же он так мажет часто? Это тяж. Злупивка какая-то. 5-7. Это мало 5-7. Это очень мало. Да, толку с этих костюмов суперских. Только в начале. Блин, а что у них такая? А, это же защита повышенная. Блин. Я же думаю, что за ерунда? Это же я взлом неправильно сделал. Зараза. Это теперь я их фига убью, наверное. Сам себе создал проблему. Шквальный огонь. Ну, вплотную, блин, вашу мать. Вплотную, надо уже убивать. Я фигею. Я просто фигею с этого дела. Ладно. И что ты, девочка, одна осталась? Вообще, не убьет его, блин. А, блин, же ж. Беда. В тыл зашел. А, нет. Ай-яй-яй. Ну, я ж так рассчитывал на этот удар. А ты, блин. Так, рубать. Ай-яй-яй. Ну, давай. Я опять не попал. Слушай, наверху его вообще не снять. Так, а куда еще перо полетело? На вот этого бойца. Не убивай мои черти, блин. Так, сколько у вас еще осталось? Двое, да? 70%. 70%. Так, как так? Ну, 70%. Ну, ё-моё. Ой-ёй, надо текать отсюда. Випом. Как-то неправильно я сыграл, блин. 48. Не знаю, что это было. Ну, короче, он сдох. Наконец-то. А, это добивание, наверное, было. Сработало. Потому что урон у него там был. Не позволяющий уйти противника. Фу, блин. Три хода. Ужаса. Так, где мы находимся? А, вот так мы рядом уже совсем. Это что такое? Свето-шумовая. Нормально. Тогда пройдем. А то я думал уже волноваться начал, что не успеем по времени. Кто? Еще один. Все-таки добили мы этого третьего босса. Это очень хорошо. Ой, блин, щитоносец. Дурацкий. Так, ты, наверное, делай гранату. Блин, сейчас она загорит. А, черт с ней. Зато противник открыт. Блин, цей никого не видит. Это плохо, конечно. Так убегает по чуть-чуть. Типа, не буду вас беспокоить. Типа, не буду вас беспокоить, друзья. Такой товарищ эстонец. Он никуда не спешит. Зачем ему спешить правильно? Ведь его никто не трогает. Ведь его никто не трогает. Все у него хорошо. Это радует. Ихнее беспокойство, вернее, отсутствие его очень радует. Так, это у меня остался один. О, я еще могу тебя и зарубать, кстати. Давай я тебя зарубаю. От головы донулся. Вернее, от головы до пяток. Так, ну что мы делаем? Наводимся на голограмму? Наводимся. Хух, щей промахнулся. Что, будешь стрелять? А как же щиты? Не будет щитов. Отлично. Так, перехватчики выделились к вашей позиции. Поспешите. Времени мало. Так, надо текать вот этим товарищем пока етака можел и вести. На, получи. Ты баунил. Столько жизней его не так просто и пробить еще. Сейчас мы его зарубаем. Ух ты, блин. Какой слабый рой какой, блин, а. Даже зарубать не смог противника. Прямо в сердце. Если там оно, конечно, есть. О, подпалили ему зад. Это радует. Блин, меткий джо. Что если ты косой совсем? Ладно, добивай этого. Нифига себе. Не пробивай, мус. Оптимус, не пробивай, мус. Ну, давай уже как-нибудь. Ты, блин. Что-то мне это совсем не нравится. Сейчас мы его окружим. И по морде настучим. На, на. Ух ты, разрыв. Отлично. Да, да, да. И еще стрельнуть сможем. В лобешник. Прикольный цель дара. Не так приколен удар, как его возможность набежать. На противника. Так, ну шо, добиваем. Хотя он горит, в принципе. Но лучше я его добью. Чтоб опыт получить. Плюс не факт, что он не боится огня. Может он огня не боится, поэтому ему это поджиг до одного места. О, блин. А вот и он. Проблемный товарищ. Ну, неплохо. Довольно-таки неплохо, что они по одному, в принципе, паку подходят. Это очень радует. Отлично. Из Германии. Модифицированная настройка спуска. Вот это, по-моему, оно все-таки, да? Кажданных ядро-ядро. Ядер очень много выпадает. Это хорошо. Так, где мой тяж? Лично он вне позиции. Тяж, 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 тяж. Кыскать, кыть, кыть, кыть. Давай шквальным огнем его. Мочи, гада. Надо броню ему пробивать. Так. Что второй тяж скажет? Блин. Он скажет, что он, как обычно, никого не видит. Цей опасно стоит, блин. Надо его как-то спрятать, наверное. Цей еще девушка, по-моему. Да, похоже. На девчину. А ну, снайпер, помоги нам. Отлично. Так, кто еще остался? Раз и техник, да? Ракетомет, кстати. Кстати, это было бы неплохо. А ну-ка, давай-ка. Оголим его тылы. Отлично. Ого, развалякали. Точка эвакуации изменена. Ожидайте новых координат. Блин. Развалил свою точку эвакуации. Дырка как раз, как точка эвакуации. От, блин. Нехорошо получилось. Беглый огонь, да? Знать бы, что я отсюда по нему попаду. Ладно, будем подставляться. Мочи, гада. Сейчас интересно, он превратится, и я в него стрельну. Или уже второй раз не стрельну. Это тоже интересно. Нет, не стрельну второй раз. Жаль. Блин, зараза. Еще я так отбежал, чтоб меня... Хух, промахнулся. Чудный хлопец. Так, а тебе надо повышение, мужик, да? Однозначно. Однозначно тебе надо повышение. 90%. Так, а сколько у тебя удар? О, как раз нормально. Ну, даешь повышение? Что ж, третий боец, которого я убил. И все равно повышения нет. Очень странно. Это очень странно. Странно, по идее, мы всех убили уже. Но, наверное, не всех. Он сраненый. Девчонка раненая. Опять ходу. Где наш VIP? Это вроде все. Должна быть последняя группа. ВИПчик, давай, набегай. Следующего хода, чтоб ты мог забежать. Это вроде никого. Ну, еще пять ходов осталось. Первую группу я довольно-таки неплохо разгреб. Ну, что такое. Ладно, его кладется. Там, наверное, последний ходит. Поэтому ходу больше нет. Это я думал, что за затупка такая. Подкрепления что-то нету. Что-то странно. Что-то странное. Играет музыка. VIP сохранен. Отлично. Жуткий ключ. Статус подтверждаю. Миссия выполнена. Там. Одного ранили. 15 их всего было. Отлично. Работа шефа на шахт. Ближе к возвращению контроля над планетой. Да, и классно, что мы убили этого кабана летающего. Это очень хорошо. О, кстати, повышение он получил все-таки. Странно. А в игре этого не было. Замечено. Что такое мне? Медики. Прежде всего медики. Все остальное потом. Удары с тени. К точности вероятности урона действующей маскировки. Срабатывание наблюдений или ответного огня. Лучше это да. Змеюку ранили опять. Но не сильно. Пожалуйста, объявите благодарность нашим войскам в связи с совершением того, что, несомненно, была сложной задачей в ходе захвата процесса кодека. Поскольку мы смогли захватить еще одну подопытного вален, следует как можно быстрее начать его вскрытие. Мы повторим ее исследование и, надеюсь, рано или поздно поймем, какова была цель ее работы. Ну, довольно неплохо. Артефакт добыли. Трофей. Отлично. Доктор Валенс смогла усовершенствовать основные системы этой особи, каким-то образом сохранив внешний облик, тщательно заложенном пришельцами. С виду она похожа на обычная Архонта, но, как мы имели шанс убедиться, демонстрируя ранее невиданную способность к полету. Возможно, эту технологию можно использовать для создания летающего костюма для наших солдат. Биомеханический компонент, который мы называем мозгом, это останки кодека, найденного нашими бойцами. Нам необходимо пытаться как можно быстрее извлечь из него какую-то информацию. И снова впечатляющий результат мы ожидали. Мои ожидания были превзойдены. Так, инженера получили разведданных. Получили. Аватар снизили на один. Отлично. Залкиний наконец-то заработал. Имея столь продвинутый метод для шифрования, мы сможем заняться анализом захваченного кодека. Отлично, друзья. Продвинулись мы неплохо и завалили мы... Так, мы не раз жаловались, но как я летаю, но что-то пока не вижу других желающих на управление самолетом. Блин, этот звук постоянно летающий. Слушай, он меня раздражает. Что ж, друзья, миссия... Это было просто чудесно. Я считаю, стоит ее отдельно сохранить в отдельное видео, поэтому давайте мы на этом завершим и продолжим в следующий раз. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Удачи вам. Счастливенько, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok